Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В детской школе искусств города Видное прошел прием населения в формате выездной администрации. Я неоднократно была уже на выездной администрации. В общем-то, очень полезное, скажем так, мероприятие. Глава округа проверил готовность школ к проведению единого государственного экзамена. Какие технические неполадки не должны помешать нашим детям сдать успешно экзамены. В микрорайоне Зеленой аллеи продолжают строить детский сад на 155 мест. Заканчивается разработка котлована, приступаем к фундаментам. В детской школе искусств города Видное прошел прием населения в формате выездной администрации. В рамках встречи местные жители смогли пообщаться с главой Ленинского городского округа, его заместителями, а также представителями служб и ведомств на волнующие их темы. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. В фойе детской школы искусств шумно и многолюдно старшие по домам инициативные группы и просто неравнодушные жители в основном центральной части города Видное пришли на очередную встречу в формате выездной администрации для того, чтобы решить волнующие их вопросы. Ведь такой прямой диалог между населением и представителями администрации доказал свою эффективность. Я неоднократно была уже на выездной администрации. В общем-то, очень полезное, скажем так, мероприятие. И на встречи главе не всегда можно попасть. А тут все представители сидят. В общем-то, по любым вопросам подходишь, обращаешься, ответы все дают. Вопросы решаются. Староста деревни Опаренки Евгения Батраева пришла с подготовленным списком обращений от жителей населенного пункта. Мы обращались к Морозовой Виктории Андреевне по вопросам экологии. У нас на территории складывается мусор. С серыми мусорщиками они просто приезжают и на территории, которые никем не благоустроены, просто высыпают систематический мусор. Боремся уже целый год с этим. Виктория Андреевна достаточно новый сотрудник. Она сказала, что мы проедем на место, все обследуем, все зафиксируем. В ходе приема представители различных управлений и служб округа рассмотрели вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и установку парковочных мест, а также транспортной доступности. Сегодня обращалась к Поповой, в общем, даже благодарила, потому что вопрос решился доступной среды, общественный транспорт. Ну как решился? Он всегда работал, но надо держать на контроле, чтобы инвалиды на колясках могли пользоваться общественным транспортом. И по уже сложившейся традиции во второй части мероприятия к прямому диалогу присоединился глава Ленинского городского округа. Жительница поселка Бутова Наталья обратилась к Станиславу Каторову с просьбой решить вопрос с забором, который перегородил въезд к пяти жилым домам. Ограждение было установлено из-за строительства эстакады на Варшавском шоссе. У меня есть документ, где делают развязку, Расторгульское и Варшавское шоссе. Нет доступа в пять домов. Вот я мать шестерых детей. А вы родили коллеги? Я тут предлагаю поаплодировать просто. Спасибо. Я сегодня приехала на своем мини-автобусе и просто не смогла попасть туда. Я считаю, что это такое маленькое ЧП у нас. Данную ситуацию прокомментировал заместитель главы, курирующий транспортные вопросы Андрей Олюков. Правильно понимать, что это федеральная служба, федеральная дорога перегородила, не подумав про наших жителей? Совершенно верно. Поэтому мы уже обсудили, как мы решим эту задачу. Завтра у нас выездное. Начальник отдела туда выезжает, Андрей Володимирович, что выезжает. И я думаю, что мы решим эту задачу. Также в ходе беседы глава проинформировал собравшихся о планах по благоустройству трех парков в городе Видное. Тимоховский, который был частично сделан, потом Видновский лесопарк и Дыдылдинский лесопарк. Там есть уже частично благоустройство. Мы будем планировать его, но не обещаю, что в следующий год, потому что нам нужно его сначала запроектировать, продолжение, и дальше точно так же его делать. Проектирование, продолжение Тимуского врага, соответственно, надо посмотреть, чтобы у нас в программу тоже легло. Ладно? Во время встречи Станислав Каторов ответил на все поступившие вопросы. Обращения будут проработаны в ближайшее время. Наталья Буслаева, Алексей Астафоров, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В России начинается сдача единого государственного экзамена. В этом году в Ленинском округе шесть общеобразовательных учреждений стали пунктами проведения экзаменов, в том числе и 11-я школа. Проверить готовность к проведению единого государственного экзамена в 11-ю школу приехали глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и его заместитель Иван Гетман. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности всех участников экзамена – одна из главных задач. Кинологическая служба с утра обычно обеспечивает всю необходимую безопасность. У нас сотрудники полиции дежурят в каждом пункте. И у нас медицинские работники, которые находятся также во время проведения экзамена с утра и до 15-16 лет. Надежное и бесперебойное энергоснабжение школ также имеет большое значение. Поэтому на каждом пункте проведения экзаменов есть генератор и дежурный электрик. Наш пункт ПП 2741 оснащен полностью, готов к проведению единого государственного экзамена. На нашем пункте 13 аудиторий по 15 человек. Итого 195 человек за один экзамен мы готовы принять. Единый государственный экзамен пройдет с 23 мая по 5 июля. Основной период откроют экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку назначен на 28 мая. По профильной и базовой математике на 31 мая. Желаю, конечно же, нашим всем ребятам успешно сдать ЕГЭ, поступить в те вузы, которые они выбрали для себя и добиваться успехов на благо нашего городского округа, Ленинского, на благо Московской области, на благо всей нашей России. С этого года благодаря президентской реформе ЕГЭ у выпускников есть право пересдать экзамен по одному из предметов. Дмитрий Книга, Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В рамках комплексного развития Ленинского городского округа в микрорайоне Зеленой аллеи продолжают строить детский сад на 155 мест. Здание будет трехэтажным. Его возводят по современным технологиям. Дошкольное учреждение оборудует мебелью и пищевым блоком. На территории разместят теневые навесы, площадки для игр и спорта. Помещение будет полностью адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент закончен подготовительный период строительства. Заканчивается разработка котлована. Приступаем к фундаментам здания. По строительству социальных учреждений в муниципалитете отмечается хорошая динамика. Одной из главных задач – обеспечение детей новыми современными школами и детскими садами. Работы по возведению дошкольного учреждения в ЖК «Зеленой аллеи» завершат в 2025 году. У кинотеатра «Искра» в рамках Дня славянской письменности прошел региональный форум по народным и современным ремеслам. Какая программа была подготовлена для гостей, узнала Инга Янчук. Около кинотеатра «Искра» многолюдно. Ведь здесь прошел День славянской письменности. А началось мероприятие с приветственных слов начальника управления образования Натальи Киселевой. Мы знаем, что народ силен своей культурой и историей. И мастер-классы как раз демонстрируют нашему подрастающему поколению нашу культуру. И в этом, несомненно, главная задача этого форума. День славянской письменности отмечается в Видном более 20 лет. В этот раз у кинотеатра «Искра» гостей ждали разнообразные мастер-классы. Лепка из глины, валяние, вязание из лыка. Здесь можно было научиться ремеслам, которые были распространены еще на Древней Руси. Расскажите о мастер-классе, который вы проводите. Я провожу мастер-класс «Харгопольская игрушка». Именно вот таких вот котиков мы лепим с детьми. У них получается очень хорошо. Это все, что они слепили пока что. Но у них вот сложно, им дается вот именно эти лапки. Чему вы обучаете детей? Сейчас я их учу делать обрядовую куклу-кукушку. Мы работаем с лыком. Это, так сказать, внутренняя часть коры деревьев. Вот, например, липы, дуба, ивы. Да-да-да, вот так вот, ровно-ка. И русские пары вот туда беды. Да-да-да, вот так. Расскажите о мастер-классе, который проводите. Ну, мы решили сделать матрешку, так как она является русским символом. Каждый настранец хочет, когда приезжает в Россию, купить себе матрешку. Около кинотеатра «Искра» гостей ждал концерт. Хор русской песни, танцевальные и музыкальные коллективы. Весь репертуар был посвящен любви к России и к ее культурному наследию. Организаторами мероприятия выступает Центр детского творчества и «Импульс» при поддержке управления образованием. Если раньше это был только конкурс мастер-классов, то в этом году решили добавить еще и такую форму, как лекторий, чтобы это было полезно и нашим педагогам. В зале кинотеатра «Искра» расположился лекторий для преподавателей. Информационные технологии в сфере образования и декоративно-прикладное искусство стали основными темами. Мы сразу обращаем внимание, орнаментальный мотив, идущий по кровле причелина, который заканчивается полотенцами с разнообразными орнаментальными мотивами. Ну, наверное, больше о творческом искусстве, потому что в нашей профессии, на мой взгляд, это очень важно для развития младших школьников. Славянская азбука до сих пор считается одной из самых удобных систем письма. Праздник, прошедший в Видном, – пример того, что в этом городе чтят и помнят культуру своей родины. Инга Янчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Московская область вошла в список субъектов Российской Федерации, в которых пройдут съемки документального спортивного кино. Героями серии фильмов «Непридуманные истории» станут жители Подмосковья. В настоящее время ведется поиск героев для кино – спортсмены, их тренеры и наставники с необычной судьбой и уникальной историей. А тех, кому спорт помог преодолеть сложные жизненные испытания, научил идти вперед и не бояться трудностей. Проект реализуется при поддержке федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Истории героев необходимо направлять на электронную почту. Реал, нижнее подчеркивание, сторисобакобкей.ру. Заявки принимаются до 25 мая. В начале июня в России отмечается профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения. Наша съемочная группа отправилась в поселок Володарского, чтобы познакомиться с теми, кто посвятил свою жизнь помощи людям. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Я вам продукты принесла. У сотрудника отделения социального обслуживания на дому центра «Домодедовский» Лилии Маркиной на попечении 9 человек. А по тому день ее начинается с похода по магазинам. Но одними покупками продуктов дело не ограничивается. В наши обязанности входит и покупка продуктов, оплата коммунальных услуг, помощь по дому, если требуется, лекарства, доставка, выписка. Пунктов много. Но, естественно, ни в каком списке невозможно отразить доброту и душевное тепло, которым социальный работник делится со своими подопечными. Татьяне Ивановне Мехедовой 96 лет, и за долгие годы у нее с Лилией Маркиной сложились доверительные отношения. Такие люди, мне прям по душе, им 10 лет обслужить меня. Слов нет. Да что, хороша у нас работница, работник. У Елены Марченко фронт работ тоже солидный, 12 человек. Для жительницы поселка Владарского Ольги Черниченко она уже давно больше, чем просто социальный работник. Помогает во всем хозяйстве мне, потому что у меня заболевания тяжелые, вот, и я без нее как без рук, потому что я не чувствую иголки, она придет, зашьет что-то у меня. Она мне помогает за навесочки повесить, в магазин ходит только она, в аптеку бегать, какое бы время суток ни было. Действительно, по правилам социальный работник навещает своих подопечных три раза в неделю, но на самом деле они готовы прийти на помощь по первому зову, и потому для многих стали членами семьи. Они могут своим родственникам не открыться, а вот нам открываются. 43 сотрудника трудятся в отделении социального обслуживания на дому центра Домодедовский. Более 500 человек находятся у них на попечении. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. 35. И это только начало. У Развилковской детской школы искусств большой юбилей. В честь праздничной даты на сцене ДШИ прошел концерт, где выступили ее ученики и преподаватели. Продолжит Екатерина Коваленко. Сотни концертов, тысячи выпускников, бесчисленное количество побед и наград. За 35 лет Развилковская детская школа искусств стала настоящей фабрикой талантов, где привили и продолжают прививать любовь к искусству юным жителям муниципалитета. Школа – это большая радость. Это прекрасный коллектив педагогов, которые горят своим искусством, своим умением и с радостью передают все это своим учащимся. Школа – это талантливые дети. А детей у нас очень много талантливых. В этом году 725 человек учатся в нашей школе. Сейчас в детской школе искусств множество отделений – инструментальное, вокальное, хореографическое, а также изобразительного, театрального искусств. Занятия по душе в этой дружной музыкальной семье найдет каждый ребенок. У Марии Маршевой здесь учатся две дочери по классам саксофона и фортепиано. Ну а скоро очередь дойдет и до сына. Во-первых, атмосфера. Во-вторых, одухтворенные учителя. Понимаете, относятся как родители, как вторые. Все-таки в школе 30 человек и один учитель. Это тяжело, нет внимания. А тут один учитель наедине с ребенком. И знания дает прекрасные. Семь лет назад школа обосновалась в новом современном здании с редкими инструментами, просторными кабинетами и, конечно, концертным залом с любимой сценой. Именно на нее сегодня вышли и лучшие ученики, и преподаватели, и совсем юные звездочки. Сказки русские танцуют выше нас, и руки, о, разгадайте, как загадку, что за танец, что за... На юбилейном концерте прозвучали всемирно известные музыкальные произведения. Ученики школы пели, танцевали, демонстрировали свои многочисленные таланты. Два часа настоящего творчества. Среди зрителей в зале был и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко, который приехал поздравить коллектив и воспитанников школы. Пожелать дальнейшего развития, новых побед, новых достижений. Наши, не побоюсь этого слова, цитадели творчества на нашей развилковской земле. И, конечно, терпение родителям в взаимоотношении с нашими ребятами. А ребятам хочу пожелать вдохновения, творческих успехов. Двери Развилковской детской школы искусств открыты для всех. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok